Работников бюджетных организаций в российских регионах вынуждают зарегистрироваться для тестирования системы онлайн-голосования и голосования на праймерис Единой России. Об этом сообщает коммерсант. Первым о принуждении бюджетников к голосованию рассказала движение «Голос». 3 мая председатель регионального отделения движения в Краснодарском крае Давид Канки написал, что бюджетников, чиновников и родителей, школьников вынуждают принять участие в праймерис Единой России и тестировании системы ДЭК. Система ДЭК – это дистанционное электронное голосование. Подобные сообщения поступили из-за Владимирской, Ивановской, Кировской, Московской, Рязанской и Томской областей, а также Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Обсудим это прямо сейчас. С нами на связи Григорий Юдин, социолог, философ, профессор Шаненке. Здравствуйте, Григорий. Как очень? Всегда рада вас видеть. В эфире телеканал «Дождь». Что вы думаете по поводу вот этих новостей о принуждении к участию в праймерис? Зачем это вообще делается? Две основные цели. Наиболее существенные связаны с тем, что это тестирование систем мобилизации перед осенними выборами. Чуть менее существенные, видимо, связаны с тем, что нужно запускать работу партии, которые, видимо, до сих пор не запущены перед выборами. Но это менее значимое. Грубо говоря, «Единая Россия» перебилась бы, если бы на ее праймерис проголосовало 15 человек, ничего не страшного не случилось. Главное – это проверка систем мобилизации к осенним выборам. Я бы хотела, Григорий, вообще праймерис обсудить с вами, если позволите. Смотрите, эта практика, она для меня ассоциируется исключительно с западной моделью. И праймерис – это такая вообще классная штука, которая позволяет понять, кто достоин и кто заслуживает внимания и доверия со стороны граждан. В чем будет состоять праймерис «Единая Россия» вот здесь у нас? Какая задача ставится? Это вам лучше спросить у функционеров «Единая Россия». С ними сложно найти общий язык, к сожалению. Я в то же время не готов на них отвечать. Они проводят эти самые праймерисы не в первый раз. Действительно, они имитируют здесь американское в первую очередь систему первичных выборов кандидатов. Но смысл в том, что когда имеется какая-то внутрипартийная борьба, то это способ включить большее количество граждан в определение того, кто будет кандидатом от партии. В свое время в Америке, больше ста лет назад, в начале 20 века, в общем, была довольно большая компания, чтобы включить граждан именно в выбор кандидатов от партии. Была такая серьезная компания по демократизации. Само по себе, наверное, идея неплохая, но она сталкивается с одной очень простой реальностью, связанной с тем, что «Единая Россия» — это уж никакая не партия. Это просто довесок административного аппарата. Поэтому ей приходится составлять людей участвовать в этом подобрании. Тот факт, что у «Единой России» падает рейтинг, насколько он озаботил представителей, руководителей, скажем, государства, руководителей самой «Единой России», не связан ли праймерис с попыткой найти свежих людей, свежие лица, каких-то более привлекательных персонажей для массового избирателя? Отчасти. Ну, смотрите, внутри «Единой России» периодически возникают такого рода идеи, действительно связанные с тем, что они, понимаешь, они непопулярны, и, грубо говоря, думают, что можно для этого сделать, и смотрят, какие существуют институции, ну, почему бы нам не организовать праймерис. Но дальше это на следующем этапе, разумеется, разбивается в очень простой факт, который я уже, собственно говоря, и назвал, что кандидатом от «Единой России» будет тот, кого одобрит Кремль. Ну, вся идея праймериса основана на том, что у вас есть 2-3 партийные конкуренции по поводу того, кто будет олицетворять курс партии. Ну, вот, чтобы было понятно, в Америке, когда, собственно говоря, вводились праймерис в начале 20 века внутри демократической партии, была очень большая конкуренция по поводу того, куда вообще эта партия должна двигаться. И там было такое крыло, такое, ну, словно, популистское крыло, которое считалось, что партию нужно серьезно разворачивать. Ну, представьте себе, что сегодня мы получаем на праймерисе «Единой России» какую-то реальную конфронтацию между двумя группами. Они начинают реальные дебаты. Одни говорят, что, скажем, ну, вот, Путин хороший лидер для партии. Други говорят, нет, Путин плохой лидер. На самом деле нам нужен, например, Дмитрий Медведев. Это будет хороший лидер для партии. И это начинается публичная дискуссия по этому поводу. Я вас уверяю, что через день после этого люди сами побегут голосовать на праймер «Единой России». Иначе невозможно. Да, это совершенно невозможно вообразить в современной России. К сожалению, дебаты, тем более публичные, нет. Есть еще сейчас много таких сообщений полуофициальных о том, что «Единая Россия» привлекает известных общественных деятелей, звезд. Ну, как бы, таких людей, которые не вызывают откровенного неприятия со стороны электората. Вот как вы думаете, насколько это успешная попытка, насколько она будет успешной, попытка привлечь людей, казалось бы, не связанных с политикой в «Единую Россию», она не первый раз, естественно, осуществляется. Очевидно, что и раньше пытались как-то вот разбавить ряды «Единой России» лицами приемлемыми. Но в данном случае ситуация критическая, до выборов совсем немного. Могут ли политтехнологи от «Единой России», политтехнологи от власти обновить партию настолько, что люди, увидев в списке, там, не знаю, актеров любимых, или писателей, каких-то общественников, все-таки пойдут и проголосуют за нее? Это немножко не так работает. За «Единую Россию» голосуют не потому, что у нее какие-то очень хорошие кандидаты, а потому что больше голосовать не за кого, и ее кандидаты не очень сильно раздражают. Вот сейчас идет поиск людей, которые будут не особенно сильно раздражать. В принципе, мы понимаем, что да, у «Единой России» действительно большой достаточно груст, она, в общем, раздражает людей. У нее приличный антирейтинг, хотя, на самом деле, ну, как бы его надо переоценивать, да, у нее невысокий рейтинг, из-за этого люди переоценят антирейтинг, это не совсем одно и то же. Но у нее действительно в некоторых местах приличный антирейтинг, и она раздражает людей. Поэтому сейчас задача стоит в том, чтобы поставить туда людей, которые бы привлекали и вызывали желание за ним голосовать. А кого-то, кто, ну, в общем, не вызывал бы желание не голосовать. То есть кого-то, кто бы не раздражал просто, да? — Совершенно верно. Вот мы сейчас что наблюдаем с вами, вот, в связи с темой нашего разговора, эти самые праймеры? Это мобилизация, да, это тестирование мобилизации. Вот все эти люди, которые сейчас попали в эту мобилизацию, они могут быть на 99% уверены, что даже если они сейчас отвертятся, в сентябре им придется идти. Их просто заставят это сделать. И, ну, им будет очень сложно от этого, как бы, отбиться, да. И это только часть контура, по которому будет расширяться эта самая большая мобилизация. В общем, в последние годы мы видим, что участие в выборах для части контингентов, ну, грубо говоря, для бюджетников и тех, кто так или иначе от них зависит, это становится просто обязанностью. Тут нет таких вариантов. И их будут загонять на отбирательные участки в сентябре. Все эти программы приведите двоих, приведите троих, там и так далее. И вот дальше, после того, как их загонят, дальше вопрос будет стоять в том, не положат ли они фигу в карман. И не проголосуют за кого-то другого, да. Да, они могут голосовать за КПРФ, как они уже не раз делают. Значит, чтобы этого не случилось, желательно, чтобы от «Единой России» шел какой-то хороший врач, который, значит, проявил себя в борьбе с коронавирусом, вообще ничего плохого не сделал. Это, поскольку человеку несколько раз намекнул за команду голосовать, то он, скорее всего, ну, в общем, примерно в эту сторону и будет думать. Что ж, большое вам спасибо. Будем внимательно следить за развитием событий в процессе предвыборном и в процессе предвыборной кампании. Надеемся еще неоднократно с вами увидеться в эфире. Спасибо вам. Это Григорий Юдин, социолог, философ и профессор Шаненки.